Доброе утро, мои друзья! Сегодня 3 декабря. Это день для меня очень памятный. И я не хочу называть его грустным. Он памятный теперь уже. Прошло 3 года со дня ухода моей мамочки. И ей тогда было 87,5 лет. Возраст преклонный. Но, конечно, то, что я переживала, и сейчас переживаю. Но тогда, конечно, это было намного всё тяжелее. Несравнимо, знаете, как трудно высказать и не высказать то, что на сердце у меня. Это как раз вот сюда, когда действительно трудно что-то высказать. И промолчать тоже трудно, потому что хочется высказать эту эмоцию. Но сейчас я хочу сказать о чём-то приятном. А приятное – это то, что мамочка моя родилась в самый разгар мая. Это было 17 мая. У нас в Николаеве 17 мая всегда цветёт. Ну, обычно. Обычно. Цветёт акация. Цветёт шиповник. Это такие ароматы прекрасные. У нас всё цветёт в мае. А это середина мая, 17 мая. И вот это был 1925 год. И дедушка сказал, что, когда мама родилась, он сказал «счастливица». Так он её назвал. «Счастливица». Потому что они стали лучше жить. Жизнь тяжёлая была. И они стали лучше жить. И это как-то... А вообще я хочу сказать, что своим счастливым детством, своей счастливой юностью я обязана только маме. У меня прекрасные были родственники. Дедушка, бабушка, тётя, родная сестра мамочки, которая тоже, кстати, ну, уже тоже, возраст уже, извините, ей было 88 в этом году. Тоже покинула нас. И я хочу сказать, что благодаря моей мамочке вот у меня жизнь была вот такая солнечная очень. Потому что мамочка, она всегда, она всегда очень любила меня. И она была очень солнечным человеком. Она была всегда с улыбочкой. Очень, конечно. Очень она была такой... Эмоциональной. Да, эмоциональной. Но она не была вообще злой. Она была вспыльчивой. Да, она была вспыльчивая. Но добрая, доброжелательная. Абсолютно. Абсолютно человек не имел ни капельки зависти. Абсолютно беззлобная. Вот мой дедушка, она очень похожа была на своего папу, на дедушку Петросяна. Когда они всю жизнь прожили во дворе, я вам показывала, вы знаете эти видео, его все уважали. И вы знаете, что характерно? Его ровесники, его называли Петр Маркович, его настолько уважали. Он был настолько доброжелательный. Он был настолько тоже... Мамочка говорила, вот ругает он ее. Она вообще была девчонка непослушная. Хулиганистая. И вот он ее ругает, а потом отвернется и улыбается. У него вообще не было злости. Он не мог злиться. Вот вспыльчивый был, но совершенно не злой. Вот такая мамочка тоже. Она могла вот что-то возмущаться, возмущаться, отвернуться и улыбнуться. Вот такая вот была. Вот такой характер, да. Такая вот у меня мамочка была замечательная и прекрасная. Она родилась в один год. С Ольгой Аросевой в один год. С Майей Плесецкой. Они все одногодки. 1925 года. И знаете, я, конечно, материалистка, но я неверующий человек. Ну, потому что материалистка, потому что, в общем-то, я доверяю официальной науке. И поэтому во что-то верить мне сложно, пока официальная наука не даст добро. Но я надеюсь, я очень надеюсь, что эти прекрасные вселенные, моя мамочка и все прекрасные-прекрасные люди, замечательные, вообще любой человек, они не уходят в небытие. Я действительно надеюсь, я говорю, верить я буду тогда, когда официальная наука это докажет. Но, как видно, не заложена в нас та программа, которая может переплюнуть программу Создателя. Да, я материалистка. Но я надеюсь, я очень надеюсь, что никто не уходит, просто растворяясь в никуда. Я очень надеюсь, что все-таки где-то, где-то, а может быть рядом с нами, это все продолжается, эта жизнь продолжается, прекрасная жизнь. И я допускаю совершенно, с материальной точки зрения, я вполне допускаю возможность быть и я рядом с нами, каких-то других форм жизни, которые мы не в состоянии видеть своими органами, ощущать, видеть, слышать, в общем, ощущать своими органами чувств, потому что нам дано от и до, а дальше нет. Мы не слышим ультразвука, мы не видим глазами инфракрасного излучения, ультрафиолетового. То есть, вот есть определенный диапазон, в котором мы что-то видим и что-то слышим. А все, что за рамками этого, этого мы не видим, не слышим, не ощущаем. Ну, в общем, и если что-то происходит за рамками, мы это называем сверхъестественным. Что такое сверхъестественное? Это неизученное. Это то, что то ли мы еще не дошли своим разумом, я имею в виду человечество до этого, то ли создателю, простите меня, материалистку, но я все-таки как-то тоже допускаю такую вещь. И я думаю, что, значит, тем, кто создал этот мир, ну, не хотелось, чтобы человек познал все до конца. Либо мы просто до этого еще не дошли. Может быть, это такое неуместное видео в день памяти моей мамочки, но я все свожу к тому, что я как материалистка, но человек неверующий, но я человек надеющийся. Я действительно очень надеюсь, очень надеюсь, что жизнь продолжается. В каких формах? Главное, чтобы счастливых. И поэтому хочу сказать, что светлая память моей любимой мамочки. Вот она была, как солнышко. Все, дорогие друзья, и прилагаю к этому, конечно же, видео с ее фотографиями. Она у меня была красавица, умница, любила очень много читать. Ну, в общем, мамочка была у меня просто прелесть. Как все мамочки. Большинство мамочек. Как это огромное большинство мамочек. Прекрасны. Каждая мама, это действительно, вот в интернете была ангел-хранитель своего ребенка. Да, да, да. Ну все, на этом я заканчиваю свое такое сумбурное видео. И хочу сказать, светлая память моей любимой мамочки.